Я думаю, мы могли бы её проверить. Мэйсон знает, как пользоваться видеомагнитофоном. Пробуй. У него пистолет. Она защищалась, что и требовалось доказать. Я не могу поверить. Мы так долго ждали этого. Итак, я выполнила свои обязательства, Си-Си. Очередь за тобой. Подписывай. Подписывай, Си-Си. Ты же обещал. Кейт, ты свидетель. Он сам сказал, что если я отдам пленку, он заберёт своё заявление. Не знаю, что и делать. Что? Не знаю. Мне кажется, что ты должна и сама понимать, что после того, что ты вытворяла, я не чувствую себя обязанным. Не помню, что бы я что-то обещал. Я подозревала, что ты выкинешь что-то подобное. Ну ладно. Приведи хоть одну вескую причину, ради чего я должен подписывать это. Какую причину? Ты просто обещал, вот и всё. У нас были самые разные соглашения. Разве не так? Но ты нарушала их все, иногда в последнюю минуту. Истолковывала их по-своему, отступала, искажала их до неузнаваемости. Но я не отступила от этого договора, Си-Си. Нет, я сдержала своё обещание. Это мало что меняет. Вспомни, что ты вытворяла с нами эти четыре месяца. Ты терроризировала всю семью, Джина. Мы страдали, а ты получала от этого огромное удовольствие. Но что ты потеряла, София? Ничего. Ты получила назад своего муженька, детей, огромный дом, всё богатство, а я у разбитого корыта. Всё, чего я прошу, это дать мне возможность начать новую жизнь. Я хочу вернуть тебе доброе имя. Доброе имя, Джина? А ты узнаешь его, когда увидишь? Или тебе нарисовать картинку? Не издевайся, Мэйсон. По крайней мере, я стараюсь. Я прошу лишь каплю сострадания. Никто не способен сострадать злодеям. Они вне закона. Разве ты этого не знала? Ты слишком поздно свохватилась. Тогда отстаньте от меня. Лучше я вернусь назад, в тюрьму. Какая мне теперь разница? У меня ничего не осталось. Я подпишу. И подпишу по единственной причине. Я хочу иметь железное доказательство того, что мы больше ничем не связаны. В сущности, этого и раньше не было. Мы ждём, когда ты соберёшь свои вещи и уберёшься из нашего дома. И не дай тебе Бог даже приблизиться ко мне или к кому-нибудь из нашей семьи снова. Какие формальности? Чего ты ходишь от меня? Чтобы я сам отперкамеру Келли и поздравил её? Ты же видел плёнку. Это доказательство её невиновности. Послушайте, необходимо подписать бумаги, заверить их. Келли должна быть дома до конца дня. В противном случае семья Кэпфеллов обвинит службу окружного прокурора в нарушении закона. Дорогая, у меня идея получше. Мы возьмём, передадим плёнку на 4-й канал. А уж они обязательно покажут её выпуски новостей. А аудиторию у них сама знаешь. Ну как? Отлично. И заголовки будут убийственные. Окружной прокурор держит в тюрьме невинную девушку. Смотрите наш экстренный выпуск. Не торопись, Кейт. Держи её под замком. Мне хочется посмотреть, как ты будешь отбиваться от репортеров. Замечательная идея. Ладно, ладно, я посмотрю, что я могу сделать. Посмотришь? Мы полагали, ты отдашь распоряжение. Вот именно. Я тоже так считаю. Ну хорошо, её доставят сюда в течение часа. Всё хорошо. Скорее домой. Мне кажется, это всё возьмёт. Быстрее, быстрее. Ты уверен, что мы это можем сделать? Ты же подписала бумаги, хотя освобождение условное, на оформление не уйдёт много времени. Что значит условное? Формально она отпущена под залог. Пока не состоится официальное слушание и не будут сняты все обвинения. Но Келли свободна в своих действиях. Ах, Мэйсон, как мне тебя благодарить. Постарайся забыть этот кошмар. Да, поедем домой. Вперёд! Отец, ты не будешь против, если мы подождём освобождение Джеффри? Наверное, это произойдёт с минуты на минуту. Джеффри... Да. Если они выпускают меня, то они обязаны отпустить и Джеффри. Ведь так разве нет, Мэйсон? Видишь ли, милая моя, мы подумали, что будет лучше, если он выйдет, скажем, двумя днями позже. Не бойся, мы оформим поручительство. Ещё два дня, Мэйсон? Видишь ли, Келли, я больше не занимаюсь делом Джеффри, его адвокат Джулио Эйнрайта. Дорогая, обсудим все проблемы дома. Нет, нет, нет. Он ведь попал в эту передрягу из-за меня. Мне кажется, наша семья должна была взять на себя его защиту, и вдруг я узнаю, что его дело ведёт Джулия. Я занимался его защитой, Келли, но у нас возникли проблемы, понимаешь? Какие проблемы? Послушай, малышка, это долгая история. Давай поедем домой, обсудим все дела там. Нет, мне очень жаль, но я не сделаю шагу, пока не переговорюсь. Его приведут. Предупреждаю, Келли, он агрессивно настроен. Догадываюсь, только я не понимаю, почему. Мэйсон, скажи мне, я намерена выяснить это, что с Джеффри. Отведите меня назад в каверу. Джеффри, подожди. Мэйсон, ты не оставишь нас наедине. Это правда, Мэйсон? Он сказал мне правду? Это зависит от того, что он сказал. Он сказал, что вы подстроили так, чтобы вместо отца на скамье подсудимых оказался он. Мэйсон, это правда? Да. Я не удивлена, что она сердится. Джеффри ее спаситель. А если же она чувствует, что ему грозит опасность, то она будет сражаться, как тигрица. Дорогая, у нас нет намерения причинять вред этому человеку. Он слишком перестарался в этом деле. Похоже, что он изыскал возможность загладить вину перед нашей семьей. Я ничего не понимаю. София, он кое-что рассказал нам с отцом, и его слова вызвали у нас сложные чувства. Сложилось впечатление, что он недолюбливает нас. Он знаком с нашей семьей всего несколько месяцев. И я так раньше думал. Я не могу объяснить, София, но Джеффри Конрад имеет зуб против всей нашей семьи. Нам следует быть очень осторожным по отношению к этому человеку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!